Четвероногие, двуногие, палатки, стулья, все смешалось у дома на Эмиле Алексеевой. Собаки и их хозяева стоят в очереди на выставку. В тот день здесь прошло около двухсот четвероногих. Местные жители в шоке. О том, что в этой пристройке открылся клуб для собак, они узнали на прошлой неделе. Заставили все наши парковки, газоны. То есть их тут чесали, разложили столы, там они ели, пока ждали в своей очереди. Здесь у них есть гостиница еще для собак. Вот вокруг тут начали выгуливать таких крупных собак. Там такая худенькая девочка держала двух собак, еле удерживала. Также местные жители говорят, что собаки не только захватили придомовую территорию, но и заминировали ее. Был прецедент, когда в окно одна из женщин крикнула женщине собакой, за которой она не убрала. Та ей в ответ сказала, я что, в ладошки буду складывать? Попасть в клуб нам не удалось. Судя по вывеске, он работает по предварительной записи. Но в самой организации по телефону нам сообщили, что в клубе еще идет ремонт. Вообще, по нормам в жилых помещениях запрещено содержать подобные клубы, приюты. Но представитель клуба для собак заявил, что к самому дому они не имеют никакого отношения. Если есть закон, который мы нарушаем, встретимся в суде. То, что говорили, не убирали с собаками, то, что вот эти фоточки разместили, снимали только, как собачки какают. А как за собачками убираются, мы, к сожалению, потом прошли, всего лишь три мешочечка с какушками собрали. В любом случае, здесь необходимо обратиться в Роспотребнадзор, чтобы они дали свою оценку этой ситуации. Обратиться в администрацию района по месту жительства. Есть практика, когда органы местного самоуправления, администрации местные обращаются с исками о прекращении прав собственности на такого рода объекты в связи с тем, что его использование не соответствует нормам действующего законодательства. Мы не против собак в целом. Собаки – это неплохо, это животные, у нас у самих, у всех животные. Но такое огромное количество их – это как бы перебор. Насколько я знаю, многие звонили хозяйке, а через несколько, наверное, пару человек звонков она просто отключила телефон. Чьи интересы выше – собак и их хозяев или местных жителей? По всей видимости, это уже решать суду, если все участники конфликта не придут к компромиссу. Ирина Корчагина, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжение следует...